Занимаюсь 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 от города продолжаем инвестировать сумасшедшие суммы но вот только на перекладку трассы до водозабора мы должны сейчас потратить если я вот правильно понял по газете в каждый дом 1,8 миллиона евро это европейских денег и ровно столько же кофинансирование висогенной энергии при этом все прекрасно знают что из этого водозабора работает от силы 20 процентов того что там построено все остальное это великий запас на великие ленинские стройки получается понимаете для меня я уж не говорю что просто инвестиции делаются в такие места где изначально потребителей того же тепла рядом практически нет или там очистных сооружений водозабора сегодня умирающая атомная станция которой каждый год сокращает инвестиции делают такие те же очистные сооружения которые построены они сегодня не нужны и в таких объемах но жители и атомная станция продолжают оплачивать я не виню конкретных людей я знаю что это была заявка игнолины которую она делала с ней подписывались письма но сегодня эти сооружения еще раз повторюсь не нужны никому и сегодня они съедают очень приличное количество денег вячеслав шимку с прошлой передачи нам так и не рассказал сколько это в процентах он назвал только снижение потерь которые были но он не назвал при этом объем тепла насколько стал меньше по годам же потребляться и я думаю что если в тарифе забита 30 процентов потерь так они и есть хотя вячеслав говорил что потери снизились на 10-12 процентов я еще раз не занимался этим вопросом но я бы с удовольствием с этой цифрой ознакомился мне было бы очень интересно даже госпожа сверчкова имеет три котла на 300 киловатт вроде немного но 200 киловатт час излишек она готова продавать и по очень хорошей цене все таки эта тема политизированная и прошлую каденция была принят так просто решением совета отдано на откуп администрации директор администрации он подписал этот план где в принципе не предусмотрено никаких возможностей мелкому бизнесу как-то развиваться в этой сфере и насколько я сейчас знаю и сейчас идут и суды некоторые которые мелкие представители бизнеса пытаются выжить на этом рынке и но была захлопнута дверь и прекращена вообще какая-то конкуренция и к сожалению это негативно сказывается и на общее состояние тогда соответственно города хотя здесь опять есть много все прекрасные люди знают других мнений что если котельная построена то она дымит мы за чистый город и так далее поэтому здесь очень много вот этой политической подоплеки и все-таки я так думаю что должно быть решение разрешить это как говорится делать мелкие котельные но соответственно как дмитрий сказал должны быть жесткие условия как говорится проверки экологии и в этом проблем не должно быть но получается что вы эту воду со своей крыши можете полностью использовать на свои нужды вам не обязательно в бачке унитаза иметь ее питьевую понимаете да но опять для этого надо решить кучу вопросов стоит ли отдельный датчик на канализацию потому что сегодня вы должны купить куб воды и тут же заплатить за его утилизацию столько же с вами только же самое то есть получается что если вы завтра все за что с вас хотят взять деньги попробуйте утилизировать превратить во что-то в хороший нужный продукт который вам нужен вы натолкнетесь на опять на господина шинкуса который вам очень подробно расскажет почему это невозможно в принципе я с уважением такой оратор ваш соседка такой спецподачи я прямо вячеслав у него даже короче чем у меня прическа не уцепишься пойдет как почернин его куда не схвати он все время вывернется по и так и вячеслав у нас красках все рассказал ни на что не ответил говорил два часа я специально пересмотрел вот хорошая висогинная энергия предприятия понимаем почему так все не любят то ни одного слова против то есть получается что у нас сожалению сегодня вернусь теме нашего на воду налог на канализацию налог на отопление налог и сейчас будет налог на дождь если следовать ну сказки там про чиполина хоть называется ливневая канализация почему их называют налогами потому что их невозможно обойти то есть если ты захочешь что-то делать самостоятельно тебе просто запрещает наш местный совет это называется стратегический план поощрение конкурентного бизнеса и развития местной экономики дима стратегический план только сегодня был утвержден может быть что-то изменится не надо понимаете я вот самом начале эфира говорю что четыре года назад стратегическом плане была записана строчка что весь собранный в городе висогиносе мусор должен быть здесь рассортирован и только остатки которые не подлежат уже сортировки и продажи доставлены в город утину на бытовой полигон что получилось кто-то читал эту строчку кроме придурка почернина я уверен что практически никто что сделали у нас по поощрению конкурентного бизнеса все отдали утинскому все весь вывоз мусора разбору все отдали утинской региональной свалки как это скажется на уменьшение цены я вам скажу по секрету что это только ее увеличит этого не знали наши члены совета даже читая гарри поттера хотя вот хоменко говорит что другие какие-то книжки читает не только гарри поттер понимаете да там тоже понимаете да иногда пишут что конкуренцию надо поднимать другим образом они просто все отдавать монополисту у нас сегодня все приоритеты принятые в стратегии все что можно было просто взяли и нарушил осталось только оставить одну пиццерию понимаете да одну грибную базу в городе и закрыть все магазины чтобы в пиццерии по люди покупали продукты и там тоже уже обсуждать цены на совете возмущаться что до пиццерии очень дорого их продай про висогиноэнергию извините это называется стратегический план поощрение конкурентного бизнеса и развития местной экономики дима стратегический план только сегодня был утвержден может быть что то изменится не надо понимаете я вот в самом начале эфира говорю что четыре года назад стратегическом плане была записана строчка что весь собранный в городе висогиносе мусор должен быть здесь рассортирован и только остатки которые не подлежат уже сортировки и продажи доставлены в город утину на бытовой полигон что получилось кто-то читал эту строчку кроме придурка почернина я уверен что практически никто что сделали у нас по поощрению конкурентного бизнеса все отдали утинскому все весь вывоз мусора сбора все отдали утинской региональной свалки как это скажется на уменьшение цены я вам скажу по секрету что это только ее увеличит этого не знали наши члены совета даже читая гарри поттера хотя вот хоменко говорит что другие какие-то книжки читает не только гарри поттер понимаете да там тоже понимаете да иногда пишут что конкуренцию надо поднимать другим образом они просто все отдавать монополисту у нас сегодня все приоритеты принятые в стратегии все что можно было просто взяли и нарушил осталось только оставить одну пиццерию понимаете да одну грибную базу в городе и закрыть все магазины чтобы в пиццерии люди покупали продукты и там тоже уже обсуждать цены на совете возмущаться что до пиццерии очень дорого их продай мы про висогиноэнергию извините заявление в прокуратуру только было а теперь я отматываю дальше когда господин рачка узко сдержал тариф на тепло на воду на электроэнергию четыре года вот наша первая каденция вы можете открыть интернет посмотреть там все это написано сейчас висогиноэнергия это вымарало четыре года им просто не разрешали поднимать тариф при этом господина рачка узко сообвиняли во всех смертных грехах меня тоже вместе с ним я был пред председателем комитета местного хозяйства была политическая воля и при этом висогиноэнергия нанимала только местных подрядчиков работал гурин работала башкин там понимаете да то есть люди реально могли заработать деньги что просчитаться заводу за электроэнергию тепло и речи не могло идти о том что будет налог на дождь ну к сожалению мы старенькие мы смотрели чиполина мы помним чем это кончается понимаете я вот еще раз это вот очень просто вы приедете в игнолину и спросите у нового мэра уже не только господина ропе возможно там повышение тарифа на отопление на вас посмотрят что вы ну чего-то не того съели сегодня утром что у вас болезненный какой-то человек появился почему потому что эти люди понимают кто их избирает и они понимают что они пришли сюда не на полчаса не на один день даже не на 2 они пришли сюда так чтобы остаться есть политическое желание держать тариф для наших дедушек тыков которые часто вздыхают